Святитель Иоанн Великоуст в вестении на 120-й Псалом говорит о том, что молитвы, посылаемые из глубины души, имеют великую силу. Должно полагаться не просто устами, не просто языком, ибо слова льются и тогда, когда мысль блуждает, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью самой оснований души. Таковы души скорбящих. Они потрясаются всецело, в самом сердце призывая Бога с великим сокрушением, потому и бывают услышаны. Такие молитвы имеют великую силу, не рассеиваясь и не колеблясь. Хотя бы дьявол нападал с великою дерзостью, как дерево крепкое, весьма глубоко впустившее корень в землю и обхватившее недра ее, противопостоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, вырывается с корнем и падает на землю. Так точная молитва, исходящая из недр души и имеющая корень в глубине ее, остаются крепкими и неослабными и не колеблются. Хотя бы приступали бесчисленные помыслы и все полчища дьявола. А молитвы, исходящие из уст и с языка, но не происходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу по беспечности молящегося. Потому что малейший стук возмущает его и всякий шум отвлекает его от молитвы. Уста его издают звук, но сердце пусто и ум не задят. Не так молились святые, но с такой ревностью, что преклонялось и все тело. Блаженный Илья, готовясь молиться, во-первых, искал уединения, потом, положив голову между коленами и воспламенив себе великую горячность, таким образом совершал молитвы. Если хочешь видеть непрямо стоящего на молитве, то посмотри опять на него же, когда он обращался к небу и молился с таким напряжением, что не звел огонь свыше. Так же, когда он хотел воскресить сына вдовы, то простерся весь и совершил это воскрешение, не рассеиваясь и не зевая, подобно нам, но воспламеняясь ревностью моей молитвы. Впрочем, для чего говорить о Ивле и других святых? Я часто видел женщин, которые за отсутствующего мужа или большого ребенка так молились из глубины души, проливали такие потоки слез, что достигали цели молитв. Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли получить прощение муж, молящийся безжизненно с мертвой душой? Потому мы часто и отходим пустыми после молитвы. Послушай, как Анна молилась из глубины души, какие проливала потоки слез, как возжигалась посредством молитвы. Ибо молящийся таким образом еще прежде, нежели получить просимое, получает от молитвы великие блага. Укращаются все страсти, смиряется гнев, изгоняется зависть, подавляется похоть, ослабляется любовь к вещам житейским, доставляет душе великое спокойствие, восходит на самое небо. Как дождь, падая на твердую землю, размягчает ее, или как огонь смягчает железо, так, подобно молитва, еще сильнее огня и лучше дождя смягчает и орошает ожесточенную от страстей душу. Душа сама по себе нежна и восприимчива, но как вода часто затвердевает от холода, так и душа наша от греха и беспечности отвердевает и делается камнем. Посему нам нужна великая горячность, чтобы размягчить затверделость ее. Это преимущественно совершает молитва. Итак, когда ты приступаешь к молитве, то позаботься не только о том, чтобы получить просимое, но и во время самой молитвы сделать свою душу лучшую, ибо и это производит молитва. Молящийся таким образом становится выше всего житейского, окрыляет свой ум, делает мысль свою легкую, не уловляемую никакою страстью. Господу нашему славу, воики веков. Аминь.